А будет ли бизнес? Готов ли Казахстан пойти на те условия, которые справедливо выдвигают партнеры из США? Моя коллега Гульжан Мукушева прямо сейчас спросит об этом у министра-советника по торговым вопросам США в странах Евразии Майкла Лалли. Совершенно верный вопрос, Ирина. И прямо сейчас мы об этом поговорим с министром-советником по торговым вопросам США в странах Евразии Майклом Лалли. Лалли Мирза, я думаю, что к этому моменту уже можно говорить о каких-то реальных цифрах, о суммах контрактов, возможно, поскольку здесь уже два дня находятся представители 16 американских компаний. Вы довольны результатом встречи? Мы очень рады, что организовали эту деловую делегацию по развитию бизнеса, которая посвятила Астану и тоже Алматы. Из этой 16-й компании у нас по тром линиям сельскохозяйство, инфраструктура и энергетика. Мы очень благодарны, что это партнерство с частным сектором. Мы работаем с Американо-казахстанской деловой ассоциацией. И я могу вам сказать, что и в Астане, и в Алма-Ате нас приняли на высшем уровне. Как вы, наверное, уже знаете, уже 8 меморандумов взаимопонимания были подписаны еще в Астане по всем тром направлениям. Какие именно компании проявили интерес к казахстанскому рынку? И он на самом деле привлекательный для них? Ну, конечно. Мы видим, конечно, вот здесь огромный потенциал. И вы же знаете, уже в течение дня независимости американские компании работают здесь и в энергетическом секторе, и тоже видят большой потенциал вне энергетического сектора. Главное в составе делегации у нас и малые компании, средние компании и тоже, конечно, большие компании. В этом плане они видят потенциал и в сельскохозяйстве, и в инфраструктуре, и тоже в энергетике. Да, это основные три направления, в которых будут заключаться контракты. Мы знаем, что Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев говорили о 7 миллиардов долларов США, которые, возможно, будут инвестированы. То есть сегодня уже идут какие-то предметные разговоры, правильно? В каком формате проходят встречи? Ну, мы начали в Астане, потому что мы хотели, конечно, встречаться с правительством, чтобы понять видение правительства в плане экономического развития страны. Мы встречались тоже с главами всех государственных утверждений. И, как я вам сказал, нас приняли тоже на высшем уровне. Сегодня в коммерческой столице страны, в Алма-Ате, мы встречаемся буквально сейчас с вашими частными компаниями. И, как вы правильно оценили, мы видим сейчас это начало возможных контрактов. Сейчас уже идут дискуссии, разные встречи, чтобы развивать бизнес здесь, в стране. Но я хочу вам сказать, что в основном у нас в составе большинство компаний для первого раза приезжают в Казахстан, потому что они видят здесь достаточно серьезные возможности. Буквально накануне прошла встреча в Ахурде. Сурсултан Азарбаев встретился с Уильбром Росом, министром торговли США. Какие договоренности были достигнуты? Возможно, получены какие-то гарантии, преференции на самом высоком уровне? Как шел этот диалог? В первую очередь мы очень благодарны за то, что министр торговли США Уильбром Рос приехал первый раз в Казахстан. Это был, я могу вам сказать, исторический визит. Первый раз для нашего министра торговли США, когда посетил Казахстан. И я знаю, что с обеих сторон был огромный интерес к развитию наших деловых отношений во всех сферах. И я считаю, что наш торговый оборот, который составил где-то 2 миллиарда долларов, в этом году это пол, а не потолок. Это значит, что мы видим, что есть пространство, чтобы расти еще больше. Знаю, что последние два года вы проработали в Москве. В сегодняшней непростой ситуации вам, как дипломату, наверное, было нелегко наблюдать за происходящими изменениями. И казахстанцы тоже находятся в некотором напряжении, в ожидании очередного пакета санкций. Как вы думаете, что сейчас должны предпринять казахская и американская стороны для продуктивного нового витка, чтобы действительно сегодняшние договоренности имели реальный экономический эффект? Я курирую и ответственный за регион Евразии, там, где у нас офисы и в Москве, и в Киеве, и в Алма-Ате. И вот здесь, в Алма-Ате, мы уже работаем больше 25 лет, чтобы способствовать контактам между американскими и казахстанскими фирмами. Я могу вам сказать, что мы, так как мы не только видим потенциал, а мы работаем над этим потенциалом. Вот в этой связи, поэтому мы организовали эту делегацию, 16 компаний, чтобы больше узнать про возможности в Казахстане. И, как я уже вам говорил, чтобы конкретные результаты именно пришли из этих встреч. Сегодня вы встречались с Акимом Алматы. Почему именно Алматы? Ну, это, наверное, понятно, да? Это действительно коммерческий центр нашей страны, финансовый центр. Как казахстанские компании отреагировали на возможность сегодняшних встреч? Я могу вам сказать, что мы контактировали с больше 400 казахстанскими фирмами, чтобы устроить эти встречи с американскими компаниями. Сейчас у нас идут встречи один на один с возможными казахстанскими партнерами в этих трех направлениях. И к концу дня больше 70 встреч состоятся, чтобы контракты, дистрибьюторство и другие виды партнерства были реализованы. Большое спасибо за честный разговор. Я напомню, что я беседовала с министром-советником по торговым вопросам США в странах Евразии Майклом Лалли. Ирина Сюссинди. Рахмет Гульжан. Перед Казахстаном действительно открываются большие перспективы. Главное не упустить возможность и правильно ею воспользоваться. Субтитры создавал DimaTorzok